Слава Господу! И мне хотелось обратиться к слову, которое говорилось вчера нам, Духом Святым, о сердце человеческом. Мы с вами знаем, как говорит Писание, что больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источник жизни. И вчера Господь, обращаясь к нам, говорил нам о наших сердцах с вами и говорил о сердце, которое не расширено, которое сужено. Вот здесь стоят два сосуда, один с узким горлышком, а другой с широким. Емкость примерно одинакова у этих сосудов. Но если наливать в эти сосуды воду, то в кувшин с широким горлышком мы нальем быстрее. А вот с узким горлышком, даже если поток будет большой, то не так быстро нальется этот сосуд. Вода будет обтекать этот сосуд, но чтобы наполнить его, не сможет. И Господь нам вчера говорил, обращаясь к нашей внутренности, о сердце, которое необходимо расширить. Я хотел прочитать место Священного Писания, которое также говорит нам о сердце нашем. Это 118-й Псалом, 32-й стих, где псалмопевец говорит такие слова. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». «Потеку путем заповедей твоих». Желание этого человека было течь путем заповедей божьих. И еще один перевод этого места говорит таким образом. «Быстро побегу». То есть не просто потеку. Вы знаете, что есть ручейки, которые еле-еле текут. И есть горный ручеек, который может быть и маленький, узенький, но бежит очень быстро. И вот значение этого слова здесь как раз и употреблено. «Быстро побегу». К чему? К исполнению заповедей твоих. Но когда? Когда сердце расширено. Благодать Божия, которой мы так нуждаемся, о которой просим, которую Господь дает. Но если сердце наше не расширено, то благодати туда попадает мало. Желание доброго есть, а чтобы получить, как бы нету такой возможности. И всего лишь из-за того, что сердце заужено. И поэтому псалмопевец, обращаясь к Господу, говорит. Господи, когда Ты расширишь сердце мое, потеку путем заповедей Твоих. По-другому человеческой силы это невозможно. И апостол Павел это подтверждает, говоря, есть желание, но чтобы сделать это, нету сил. И в одном из посланий, которое обращено к церкви города Коринфа, есть такие слова. Это второе послание, шестая глава, с одиннадцатого стиха. «Уста наши, — говорит апостол Павел, — отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы». Когда читаешь два этих послания, ты удивляешься тому положению, в котором был апостол Павел, и в котором была Коринфская церковь, в которой были дарования. Но когда обращаешься сердцем к словам, которые говорит апостол Павел, то между ним и этой церквью было большое непонимание. И он здесь упоминает, «наше сердце расширено, уста отверсты, а вот в ваших сердцах тесно. Нету той возможности обмена, той благодатью». Он призывает к тому, чтобы они сделали такой же ответный шаг, расширились. Он проявляет к ним свою любовь, свою заботу, а они выискивают в нем. Апостол Леон. Так ли он говорит, как должно говорить? То есть, он родил их словом благовествование, а они являют к нему такое зауженное сердце, которое не способно принять. И вот его слова, которые он обращает к этой церкви, в равное возмездие говорю, расширьте свое сердце, как и у нас. Желание Божие, которое есть для нас с вами, чтобы нам дать благодать, сердце наше должно быть расширено. Господь вчера обличал нас и утешал нас, заботился о внутренности нашей и как раз говорил к тому, чтобы сердце наше расширилось. Потому что, когда сердце заужено, когда нету возможности наливать благодать, она только обтекает, то вроде бы и хорошо, но уходишь, а на сердце мало, недостаточно той живительной влаги, которая приносит собою жизнь. И это по нашим обстоятельствам жизни каждый может посмотреть сам, насколько сердце его расширено, насколько сердце его бежит путем заповедей Господних. Это сердце не надо заставлять. Вы знаете, что дети, когда выходят весной на улицу, и есть эти ручейки, которые бегут, они кладут туда то ли веточки, то ли палочки, которые устремляются быстро-быстро. И вот они за этим наблюдают. Никто не подталкивает, но есть сила, которая движет эти соломинки, эти листочки, эти веточки. Так и в нашей жизни. Господь желает, чтобы мы были в этой благодати. Это Его желание. Но жизнь наша, в которой складываются обстоятельства, меньше читаем, меньше молимся, меньше обращаемся к Богу. И когда суета затягивает нас, то вот эта благодать, она не способна так укрепить сердце. Потому что оно не наливается в сердце наше. Эта благодать не животворит нас так, как хотелось бы, чтобы животворила. Вот Священное Писание оставляет нам два примера. Они написаны в одном Евангелии. Я их прочитаю для нашего назидания, чтобы иметь нам образ. Что значит сердце расширенное? И в одном и в другом случае был Иисус Христос, который говорил слова. Первое место – это Евангелие от Луки, 18 глава. С 18 стиха. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благей, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Юноша, который имел желание, имел вопрос, достиг Иисуса Христа, желание было его увидеть, он увидел, и спросил, это был человек небедный, богатый, и спросив его, как наследовать жизнь вечную, получил ответ. Мы с вами все стремимся к жизни вечной, правда? К жизни вечной со Христом. Он говорит, «Знаешь заповеди? Исполни их». Он говорит, «Это я исполнил». Это не был убийца, не был вор, не был человек, который завидует и посягает на чужое, не был жил свидетелем, почитал отца и мать. Все положительно в его жизни. Все соответствует как бы стандартам, которые заложены. Этот человек имел определенные страхи, благоговения. Он имел направление к Богу, желание течь путем заповедей. И вот Господь ему говорит, «Всего лишь одного тебе не достает. Всего лишь одного. Вот все, что ты имеешь, поди продай и раздай нищим. И будешь иметь то, о чем ты спрашиваешь. Следуй за мной». И мы читаем, что этот юноша, услышав такие слова, опечалился и отошел от того, которому так стремился, чтобы получить ответ на свой вопрос. Братья и сестры, смотрите, насколько был человек положительный, насколько аккуратный, насколько стремящийся. Но посмотрите, какое сердце. И результат. Опечалился и отошел. Конечно, немногие из нас могут сказать о себе, что мы богаты и мы похожи на этого человека. Но ведь Господь знает наше сердце. Мы стремимся к Нему с желанием наследовать жизнь вечную. Мы стремимся и исполняем заповеди Господни. Но у Господа есть слово для каждого из нас. И, может быть, Господь и говорит в сердце нашем, «Еще одного тебе не достает». И это ведь благо услышать одного, не десять, не двадцать пунктов, которые можно перечислить и забыть, что же все-таки мне не достает. Тому юноше всего одного не хватило. Но его сердце не согласилось с этим. Оно не было расширенным настолько, чтобы возлюбить Господа Бога своего всей внутренностью своей, всей силой своей, всем разумением, всей крепостью, чтобы последовать за Ним. Мы с вами можем просмотреть, и обращаясь к Господу и говорить, «Господи, что мне не достает? Что в моем сердце еще настолько сковывает меня и зауживает это горлышко внутренности моей, чтобы текла благодать Твоя, чтобы и мне течь свободно, быстро бежать к исполнению заповедей Твоих? Суетали это, заботали это, стремление ли к тому, что не обогащает, а приносит печаль в жизни?» Это самый центральный вопрос, который задал этот юноша и получил такой же важный ответ, потому что это и есть та первая заповедь. Больше всего. Возлюби. И не получилось. И еще один образ, который нам оставлен на страницах Священного Писания, это это же Евангелие от Луки, 19 глава. «Потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку грешному. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздав четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама». Еще один человек, который искал также видеть Иисуса. Это совершенная противоположность тому молодому человеку. Об этом человеке говорили, что он человек грешный. Мы не знаем, в чем состоял его грех, но люди говорили о нем так. Люди сторонились этого человека, да и он не отрицал этого. И когда он услышал те слова, которые говорил Господь, написано о том, что он сказал Господу. Не Господь показывал ему, что же тебе мешает, Закхей, человеку грешному войти в жизнь вечную. Он сказал о том, что половину имения моего я отдам нищим. Это добровольная жертва его от его расширенного сердца. Его никто не мог заставить по закону сделать это. Это дело добровольное. То, что он мог сделать по закону, это как раз следующее действие. «Кого, чем обидел, воздам вчетверо». Так предписывал закон. Взял одну, отдашь четыре или пять. Такое. Смотрите, что получается. Этот человек половину своего имения сразу, можно сказать, вычеркнул из своей жизни. А из того, что осталось, его желание исполнить заповеди Божии, закон его, который он оставил, что останется этому человеку. Очень сложно сказать, что останется. Потому что отдать не только то, что должен, а и воздать вчетверо, говорит, что отдавать придется в четыре раза больше того, что взял. Но этот человек не смущается, что он останется бедным. Этот человек не смущается о том, как люди на него посмотрят. Этот человек не смущается того, что ему предстоит говорить своей семье об этом. У этого человека есть сердце, которое стремится течь путем заповедей Божьих. Вот эти два образа, которые оставлены на страницах Священного Писания, показывают нам, что значит сердце, расширенное, и сердце, в котором тесно. которое знает закон Божий, заповеди Божьи, любовь Божию, но оно не стремится туда, к тому, чтобы исполнять. Какой же выход из всего этого? Как получить это расширенное сердце, братья и сестры? Это, наверное, один из самых важных вопросов, о чем вчера говорил нам Господь. О чем говорит апостол Павел, расширьте сердце, чтобы не тесно в этом сердце было ни для других, ни для благодати Божьей, чтобы Господь мог исполнять свою волю в этом сердце, как исполнил эту волю в сердце Закея, о котором люди говорили, что он человек грешный, но совершилось его покаяние. И Господь сказал, ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраам. Желание Божие и воля Божия в том, чтобы никто не погиб, взыскать и найти погибшее и дать возможность спасения. Но что делать человеку, чтобы расширить свое сердце? Ведь это не физическое сердце, его нельзя расширить физически. Господь говорит о внутренности духовного состояния. И псалмопевец Давид показывает этот выход. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Он говорит, Господи, когда Ты расширишь сердце мое, потеку путем заповедей Твоих. Желание мое есть, молитва моя к Тебе есть. Дай Твою милость, и Ты расширь сердце мое, чтобы побежать мне быстро, чтобы мне не спотыкаться и не останавливаться, но чтобы внутренность моя, она исполняла заповеди Твои, чтобы утешалась с Тобой, чтобы радовалась о Тебе. И поэтому, братья и сестры, хочется сегодня помолиться Господу, чтобы Он по молитве нашей расширил сердце наше, чтобы и нам с вами течь путем заповедей Господних, и не было тесно Ему в сердце нашем, и благодать Его, которую Он дает, и дает не мерою, чтобы мы не отмеряли эти маленькие стаканчики, но сделали сосудами, способными принимать всю благодать Божию, которую Он изливает. Давайте с вами, вставшие, обратимся в молитве к Господу, а Он нам поможет. Абва Отче, Алфранк Румен...